ВС запретил принимать судебные иски, в которых есть грубые выражения. Судья апелляционной инстанции отказался рассматривать жалобу автовладельца на штраф за превышение скорости из-за того, что в ней были нелицеприятные выражения в адрес судьи первой инстанции и инспектора, который выписал постановление о штрафе. Верховный суд посчитал такой отказ справедливым. Обидная жалоба может стать поводом для наказания того, кто ее подал. Фото, Сергей Куксин слеш РГ. Итак, инспектор Центра автоматической фиксации нарушений ГИБДД Костромской области на основании данных одной из камер выписал штраф 500 рублей некоему Казаченко за превышение скорости. Водитель с этим решением не согласился и обжаловал его в районном суде Костромы. Судья, однако, рассмотрев материалы дела, оставил штраф в силе. Тогда автовладелец обратился в апелляционную инстанцию, то есть в областной суд. Причем в своей жалобе он в выражениях не стеснялся. Как минимум в некомпетентности обвинялись инспектор ГИБДД и судья районного суда. Минус. Минтранс предложил внушительный штраф за превышение скорости на 10 км в час. Областной суд оставил жалобу без рассмотрения, ссылаясь на то, что она содержит оскорбления и недопустимые выражения в адрес судьи, а также должностного лица, вынесшего постановление. Тогда автовладелец обратился в Верховный суд, ссылаясь на то, что в Кодексе об административных правонарушениях нет требований к содержанию жалобы. А значит, писать в ней можно все что угодно. Надо сказать, что такие стилистические казусы довольно часто встречаются в судебной практике. Даже опытные адвокаты иногда позволяют себе в жалобах указать на некомпетентность судьи. А правозащитники грешат этим регулярно. Верховный суд, рассмотрев жалобу, встал на сторону апелляционной инстанции. В решении говорится, что как правильно отмечено судьей Костромского суда в обжалуемом определении, жалоба на постановление или решение по делу об административном правонарушении не должна содержать оскорбления или иные недопустимые высказывания, посягающие на честь и достоинство участников производства по делу, должностного лица или судье. Жалоба не должна содержать оскорбления или иные недопустимые высказывания, посягающие на честь и достоинство участников процесса. Жалобы, содержащие такие высказывания в адрес судей, унижающие их честь и достоинство, свидетельствуют о злоупотреблении заявителям правом. Жалоба, в которой приведены такие выражения, исходя из требований принципа недопустимости злоупотребления правом, считается поданной с нарушением закона. Минус. Народные инспекторы будут фиксировать нарушение ПДД. Судья Костромского областного суда пришел к обоснованному выводу о том, что наличие в жалобе Казаченко оскорбительных, недопустимых высказываний в адрес судей препятствует ее принятию к рассмотрению и разрешению по существу, отметил Верховный суд. Поэтому она правомерно оставлена судьей Костромского областного суда без рассмотрения. Поводов не согласиться с выводами судей Костромского областного суда не имеется, они сделаны с учетом конкретных обстоятельств дела и норм Коап, написал в своем решении Верховный суд. И хотя в Коап не закреплены требования, предъявляемые к содержанию жалобы на не вступивший в законную силу постановление и решение по делу об административном правонарушении, при этом по смыслу положения главы 30 Коап РФ судья вправе возвратить жалобу на постановление по делу об административном правонарушении в том случае, если имеются обстоятельства, препятствующие ее принятию к рассмотрению, указал Верховный суд. В общем, оскорбительная жалоба была отклонена правомерно. Верховный суд оставил решение областного суда Костромской области без изменения, а жалобу автовладельца без удовлетворения. Кроме этого, как пояснили корреспонденту РГ практикующие адвокаты, надо также и понимать, чего автомобилист хочет добиться. Если он хочет отменить незаконный штраф, это одно. Если наказать инспектора или судью другое. Но и в том и в другом случае сначала необходимо доказать незаконность штрафа, а уже потом требовать меры воздействия на тех, кто принимал решение. А так это получаются голословные обвинения. Причем за них также можно привлечь к ответственности самого автомобилиста. Компетент Налев Варупаев, адвокат. Минус. В ГИБДД назвали число нарушений ПДД, выявленных камерами. Общий принцип применения судами норм действующего законодательства указывает на то, что если в жалобе содержится нецензурное, оскорбительное или иное недопустимое высказывание, в том числе в адрес судей, то она подлежит оставлению без рассмотрения и возвращению заявителю. Используя такие обороты, гражданин фактически злоупотребляет своим правом. Стоит отметить, что действующее законодательство за ряд указанных выше действий предусматривает административную или уголовную ответственность. Поэтому действия судей в данном случае оправданы, так как в случае принятия к рассмотрению таких обращений они фактически не пресекут совершение противоправного действия, а формально будут способствовать его совершению. Кроме того, в случае обнаружения признаков состава административного правонарушения или уголовного преступления суд обязан не только оставить жалобу без рассмотрения, но и направить определение в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении заявителя к ответственности. Происшествия правосудия суд власть правоадминистративная правосудебная власть суды общей юрисдикции Верховный суд филиалы РГЦ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома административное законодательство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова